Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня готовим с вами ленивую лазанью. Это очень вкусно! Это блюдо для тех, кто любит итальянскую кухню и вообще любит макароны. Лазанью, ну, ее тоже несложно готовить, но надо определенные покупать макароны. Их сначала надо отваривать, чтобы они не сломались. А мы с вами будем делать все просто. Вот такие у меня макароны. Видите, я взяла бантики, специально их взяла, они не развариваются. И это макароны из твердых сортов. Довольно неплохие макароны. Так, здесь у меня растительное масло. Я его разогрела. У меня одна луковица, одна небольшая морковина. Сейчас мы это все с вами пожарим. И вот здесь у меня приготовлен уже фарш. Фарш говядина и индюшка. И я его сделала сама, просто прокрутила. Здесь у меня полкило. Макароны здесь 500 грамм. Я делала половину. Ну, это, наверное, получится 4 порции у меня. В принципе, если у вас семья большая, то прям целую пачку и варите. А мясо можно и полкило оставить. Сейчас овощи немного протушатся. И мы будем отправлять сюда фарш и обжаривать. Овощи уже хорошо так начали даже золотиться. Тогда сюда отправляю фарш. И будем его обжаривать. Фарш мне нужно будет посолить. Добавляем перец. Я добавлю паприки. Где-то чайную ложку. И сейчас еще достану орегано. Тоже где-то чайную ложку орегано. Можно больше это от вкуса все зависит. Ну, и будем обжаривать. Вмешаем. И обжарим. Чтобы фарш быстрее обжаривался, я его вот так вот ложкой деревянной разминаю. Чтобы не было комочков. И он быстрее обжаривался. Фарш уже, вот вы будете видеть, что практически он пожарился. Он будет уже не красный. Тогда в этот момент я добавляю помидору. Помидоры у меня тут достаточно крупными кусочками. Она сейчас сочность даст фаршу. Пусть у меня здесь это все еще тушится. Томаты у меня прогрелись, так как они у меня были мороженые. Они дали сок. Это очень хорошо. Мясо теперь уже не жарится, а тушится. Так, я буду добавлять вот еще соус с острым перцем. Это будет очень вкусно. Две столовых ложки. И я добавлю зелени. Немножко сначала, потом еще можно будет добавить. И для вкуса, конечно, и для красоты. Все это перемешиваем. Можно добавить просто томатную пасту, немножко развести ее водой и добавить специи. Ну, тот же острый перец. Остренького, конечно, тут обязательно надо. Вот уже все так вкусно, красиво. И пусть это еще у нас тушится. Смотрите, чтобы все равно жидкость немножечко была и фарш с овощами у нас все-таки тушился. А не жарился и не подгорал. Вот так вот периодически помешивайтесь. И будете видеть, что жидкости достаточно. Ее немного мы берем, вот ее практически не видно, но все равно она есть. Она пулькает, и у нас все хорошо тут тушится. Начинка у нас готова. Надеюсь, вам видно, какая шикарная у нас получилась она. Она очень-очень аппетитная. Можно не только к ленивой глазами это делать, можно к другим запеканкам, можно с картофельным пюре такое делать. Вот, пожалуйста, берите, пользуйтесь. Так, это значит, я отставляю в сторону, и сейчас мы будем с вами готовить соус. Мы будем готовить с вами классический бешамель. Я вам расскажу все тонкости, которые, конечно, я сама знаю. И первое, что нам нужно сделать, это чтобы масло у нас растопилось. Здесь у меня сливочное масло. Я подготовила сливочным маслом мука. И у меня уже тут стоит молоко и чуть-чуть мускатного ореха. Значит, что важно знать. В классические бешамели обязательно делается в равных пропорциях. Берется сливочное масло и мука. На 500 мл молока я буду использовать 50 г сливочного масла и 50 г муки. И вот этого всегда придерживайтесь. То есть запомните просто, что масло и муки должны быть одинаково. Муку никогда не кладут, вот когда комочком так еще не растопилось масло, всегда масло должно быть растопленное. Масло растопилось. И мы берем ложку, именно ложкой сейчас мы будем работать. Высыпаем муку. И нам надо просто сейчас с вами это смешать. Делается это именно железной ложкой. Чтобы никаких комочков тут не образовывалось. Ложкой всего удобнее это делать. Так, во всяком случае, работают повара. Все, мы все с вами сделали. И теперь будем понемногу добавлять молоко. И тут уже работать венчиком. Соус нужно посолить. И все, будем на среднем огне с вами уваривать. С помощью венчика помешивать. И в конце немножечко щепотку мускатного ореха. И в принципе соус будет готов. По мере того, как соус будет нагреваться, он будет загустевать. У меня уже густой. И я жду только, как он начнет булькать. Вот так вот. В этот момент можно добавить немного мускатного ореха. Тут уже по вкусу добавляйте. Я добавляю совсем чуть-чуть мускатного ореха. Ну, вообще, его надо так достаточно, чтобы аромат был. Но он сам по себе очень такая специя яркая. Так что прям чуть-чуть. Все, он у меня уже очень густой, очень хороший. Прям ждем первых бульканий. И все, соус отличный, шикарный, прям шелковистый, без комочков. Соус у нас готов. Все, соус начал пулькать. Да, это видно даже на камеру. Все, он готов. Больше его не нужно, иначе он начнет уже пригорать. Все, мы его практически довели до кипения. И он очень-очень хороший. Я взяла стеклянное блюдо для духовки. Макароны выложила. Теперь нам нужно выложить в фарш. Выложили фарш. Нам надо с вами аккуратненько его, конечно, перемешать с макаронами. Так вот. Чем хороши бантики? Они жестковатые такие и не разварятся. Потому что все-таки еще у нас в духовке будет запекаться это. Сверху еще посыплю зеленью. У меня здесь укроп и петрушка. Ну, так немножечко. Для аромата немного еще перца. Так, и теперь это мы с вами заливаем соусом. Соус распределяем, чтобы он покрывал нашу лазанью ленивую полностью. Теперь осталось только покрыть сыром. Твердым сыром. По возможности, конечно, очень хорошо, если это будет моцарелла для пиццы. Оно очень хорошо дает румяную корочку такую. Ну, в принципе, ваш любимый сыр, которым вы пользуетесь, конечно, он тоже подойдет. Духовка у меня уже разогрета. Ставим запеканку, нашу ленивую лазанью. Запекаться до румяной корочки 25-30 минут. Наши ленивые лазанья готовы. Люблю вот эту корочку. Приятного всем аппетита! Сейчас она немножечко у нас остынет, и мы будем пробовать. Я уже ее попробовала. И могу вам только рекомендовать, обязательно готовьте.